Диана Анкудиновая. Реакция иностранных учителей вокала. Она похожа на богиню. Это женская торнадо. Приветствуем вас, зрители, дорогие наши подписчики. С вами сайт Сказочник и ваш канал Интересная Инфо. Мы уже делали реакции иностранных учителей вокала на выступления Дианы. Сегодня мы хотим представить реакцию иностранных коучей на композицию в исполнении Дианы на шоу Мазгоон. Can't Help Fallen In Love. Молодая, талантливая исполнительница приводит в неописуемый восторг зарубежных специалистов. Практически все они указывали на наличие мурашек при первом же прослушивании композиции в исполнении Дианы. Каждый признает необычный талант певицы. Кто-то вообще называет ее исполнение совершенством. Думаем, поклонникам таланта феноменальной артистки будет интересно и приятно узнать восторженную реакцию иностранных учителей вокала. Начнем с реакции Лизы Куин. Ее вы могли видеть в кресле наставников испанской версии шоу Голос. Подождите минутку, что здесь происходит? Если это действительно ее голос, он завораживает. Я была наставником в испанской версии шоу Голос, и то, как она поет, это очень интересно. Выбранный тон требует большого контроля. Браво! Я действительно очарован этим. Это так захватывающе и настолько уникально. Я не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь могла слышать что-то подобное. Этот тон. Здесь есть момент, когда она включает вибрато. И это так красиво, так хорошо контролируется. Я хочу посмотреть это снова. Спасибо, что порекомендовали мне это. Она поражает. Это теплота ее тона. Вау, это не просто необычный голос. Она знает, как его использовать. Она похожа на богиню, которую она олицетворяет. Я даже не могу говорить. Потому что у нее необычная тяжесть в голосе. Она понимает нюансы своего голоса. И как использовать текстуры, как использовать динамику, как это настроить. Это прекрасно. Вау, это потрясающе, что она делает с этой песней. Здесь не только зрелость звука в ее интерпретации, но и ее музыкальность. Она фантастическая. Я знаю, это уже многие говорят о ней, и комментируют, и разбирают ее выступления, которыми она просто пронзает человеческое существо. Но какой же богом данный талант у этой юной девушки. Вау. Это было совершенство, ребята. Я даже не уверен, что смогу спать сегодня. Субгармоники, которые вы слышите в этом голосе, подобны голосу совершенно не из этого мира. Это поистине монументально. То, что она делает, на что она способна, это сила. Она меняет нюансы в своем голосе и варьирует гармоники так, как будто несколько человек поют вместе с ней. Любая версия, которую делает Диана, волшебна и уникальна. Она придает песне новой ее версии, новую жизнь, новый смысл. Боже мой, какая сила! Какая сила! Это полностью открытая женская торнадо. И это гипнотизирует ее голос. Очень богат нюансами. Ее голос – самый необычный инструмент. Для меня это самый уникальный звук. Ее ру – контральта. И это потрясающе слышать этот по-настоящему полный и глубокий звук. Это красиво, это преследует. Вау! Это бросает в дрожь. У меня просто мурашки по всему телу. Я шокирована. Как она глубоко вникает в песню. Она ушла так далеко от оригинала и привносит совсем другой смысл в лирику. Перескачив на октаву, она сохраняет некую хрупкость в звучании. И у нее так много хорошего контролируемого вибрата. Мне очень нравится ее слайд. Ее глаза, ее неподвижность. Она так уравновешена на сцене. Ее голос – это инструмент, который настолько необычен. Это действительно поражает. Я рада слышать ее в верхнем регистре. Она продолжает работать над своим вокалом. Но она не потеряла ни одного из качеств своего глубокого тона, который является фундаментальной частью ее звука. Я рада видеть, как она заботится о своем голосе и расширяет его. Так необычно слышать этот богатый, бархатный, великолепный звук. Эта аранжировка отличается от того, к чему мы привыкли. Она намного мрачнее, и ее голос настолько дополняет это. У нее богатый темный тон. Ее голос такой круглый и полный. Очень плавная музыкальность в словах. Нежные переходы от одной ноты к другой. Диана, несомненно, королева этих темных, нежных, богатых тонов. Она так много делает голосом, что я в трепете. Она может без какого-либо йодля плавно переходить от ноты к ноте. Уникальный, зрелый тон. Это фирменный стиль. Как это мило. Ей самой нравятся и все эти высокие ноты, показывая, как много может ее голос. Когда-то очень простая песня теперь полностью изменила свое значение. Мне нравится, когда вокалисты изменяют песню, чтобы она соответствовала тому, как они ее воспринимают, как они хотели бы рассказать историю. Она выглядит совершенно невероятно. Ее голос, как она держит микрофон, ее платье и этот ветер. Это так здорово, повторяюсь. Ее голос потусторонний. О, это очень мощно. Этот вариант песни, че видно теперь полностью ее собственный. Она берет ее в совершенно новом направлении. Знаете, это как материя и антиматерия. Элвис и антиэлвис. Совсем другая сущность композиции. Этот вариант полностью ее. Так же круто, но как бы темная сторона, темная версия известной вещи из другой вселенной. Как будто она из другой планеты, другого мира. Принцесса-воин с другой планеты, посланная сюда, чтобы направлять нас к высокому, великому и самому благородному, к добру. И этот воин любит нас, несмотря на наши многочисленные слабости и недостатки. Это очень драматично, это прекрасно. Что касается усиления голоса аппаратуры, я думаю, ее голос не обязательно было усиливать. Он и без того достаточно потрясающий. Зачем усиливать потусторонний мир, пытаясь создавать какой-то особый эффект? Мы выбрали только несколько разборов этой песни. На самом деле, в сети очень много подобных видеороликов с реакциями на Can't Help Fallen In Love, исполненную Дианой Анкудиновой на НТВ. Хочется еще раз пожелать Диане светлого и славного творческого пути, хорошего продюсера, который сможет правильно и справедливо отнестись к этой необычной юной артистке. Ну и, конечно, желаем Диане найти свою песню. Кто-то в комментариях предположил, что со временем Диана сама станет автором собственного хита. А пока она совершенствует свое мастерство. Ну а мы будем поддерживать этот необычный талант. Я буду счастлива, будто слушаю Диану, если вы поставите лайк. Подпишитесь на наш канал, мы будем и дальше следить за творчеством Дианы. Всем удачи и хороших песен, дорогие. Берегите себя и своих близких. Не прощаемся!